Наконец-то история России для чайников доросла до второго десятка. Встречайте 20-й выпуск нашей передачи. Несмотря на неспешный темп и определенные огрехи в производстве, история России для чайников продолжит давать вам повод изучать отечественную историю повнимательнее. В конце концов, не так уж это и скучно, да ведь? Поехали! Ах да, чуть не забыл. Так как выпуск 20-й, то и рассмотрим мы сегодня правление сразу двух великих князей. Дмитрий Донскова В 1389 году власть перешла к его сыну Василию, который, несмотря ни на что, все же заверил свое право на княжение у ордынцев и уже в 1392 году дополнительно получил ярлык на Нижегородское княжение. В 1391 году Василий женился на Софье, дочери литовского правителя Витовта, оказав последнему солидную поддержку в его борьбе за литовский престол. Воу-воу-воу, скажете вы, но ведь Литва никогда не была нашим другом, и я отвечу вам правилам отечественной истории номер 8. Новый правитель, новый вектор внешней политики. Подпункт 1. Далеко не всегда это плохо. Подпункт 2. Петр Третий не имеет никакого отношения к подпункту 1. Между тем в орде разгоралась очередная заварушка. Тахтамыша разбили, а Тимур, по слухам того времени, собрал армию и двигался на Русь. Однако Василий не сдрейфил и решил выйти навстречу неприятелю у Коломны. Да не было никакой эпичной битвы. Тимур ограбил город Елиц и развернул армии назад. Историки до сих пор спорят, что послужило причиной. Боязнь ранних холодов, риск внутренней усобицы или специально перевезенная в Москву икона Владимирской Богоматери. Что? Все нужно принимать во внимание. Тем не менее, в 1408 году, когда на Руси появился новый ордынский хан Едигей, это застало Василия врасплох, и ему пришлось покинуть Москву и собирать рати. К счастью, повторения истории с Тахтамышем не произошло, и москвичи откупились от Едигей небольшими грабежами окрестностей Москвы и тремя тысячами рублей. Тут должна была быть шутка про курс нашей валюты, но... нет. Отношения с Литвой, несмотря на родственную связь двух правителей, были неоднозначными. Добрый тесть Витовт продолжал присоединять исконно русские города к своему государству, что побудило Василия в 1398 году обсудить приблизительные границы московских владений и Литвы. В итоге сошлись на этом. Не самый оптимальный для москвичей вариант, но все же лучше, чем отсутствие границы как таковой. Еще одной занозой в ООО, то есть внешнеполитической проблемой, были отношения с Новгородом. Свободолюбивые земли частенько отказывались выплачивать дань, да и постоянно подвергались нападению то литовцев, то тефтонцев. Впрочем, последние в начале 15 века перессорились друг с другом, а новгородские проблемы окончательно решит только внук Василия I. Общие итоги правления Василия весьма положительны. Значительно увеличилась территория московских владений, а еще больше влияние Москвы. Своему сыну, которого тоже звали Василий, князь оставил довольно теплые отношения с Литвой и относительно спокойные восточные границы. Одного не предусмотрел великий князь. Готовы? Усобицы. Да, они возвращаются. После смерти Василия I в 1425 году московское княжество перешло к его 9-летнему сыну, тоже Василию. Однако с этим был не согласен брат покойного Юрий Дмитриевич, не желающий уступать власти ребенку и отправившийся в Галич собирать армию. Однако другие сыновья Донского, Константин и Андрей, поддержали своего племянника, и Юрию пришлось отступить. Однако позже было уговорено оставить Золотордынскому хану расхлебывать спор дяди и племянника. В 1431 году, несмотря на все старания Юрия и при помощи боярина Всеволожского, хан решил оставить московское княжение за юным Василием. Однако князь не женился на дочери все того же Всеволожского, как он ранее с ним договаривался, и боярин переметнулся к Юрию. Масло в огонь добавило обвинение Софьи Витовтовны, матери Василия, мол, на сыне Юрия Дмитриевича, Василии Косом, оригинальное прозвище, но так двоюродных братьев действительно проще различать, был надет принадлежавший ей пояс, что кончилось большим скандалом. И боевыми действиями. В 1433 году Василий II был разбит в битве на Клязьме и пленен Юрием Дмитриевичем, который стал великим князем. Но это продолжалось недолго, потому что бояре и рядовые москвичи остались верны Василию. Дяде опять пришлось уступить племяннику. Тут в игру вступил Василий Косой и его брат Дмитрий Шемяка, которые сначала тоже разбили войско Василия II, но Косой снова не был поддержан москвичами и в сражении за власть был ослеплен. Так первый из Василиев потерял свою пару глаз. А все это время татарские отряды безнаказанно совершали набеги на русские земли, умудрившись в одном из сражений взять Василия II в плен, освобождение которого легло на плечи все тех же москвичей, которые начали отдавать свое предпочтение Дмитрию Шемяке, который и совершил мини-переворот в 1446 году, ослепив Василия II, который получил прозвище «Темный». Второй Василий лишается пары глаз. И это было ошибкой Шемяки. Симпатии москвичей снова встали на несущего лишения Василия II, и горожане помогли ему уже в 1447 году вернуться на трон. Все эти брожения жителей столицы отчасти объясняют, почему все митинги в нашей стране происходят именно там. К 1453 году, когда Дмитрий Шемяков внезапно умер, Василию II удалось сохранить, а где-то даже приумножить свои владения за счет уделов бунтарных родственничков. Так, стоп, вы все еще не обратили внимание, что у находящегося на престоле Василия II нет глаз? Итак, сегодня мы проверим один из самых необычных мифов отечественной истории. Можно ли управлять Россией, будучи слепым? За шуточным вопросом стоят довольно серьезные проблемы, падавшие на плечи Василия II. Фактически, глазами великого князя стал его сын Иван, сопровождавший отца в походах и управлявший Москвой в его отсутствие. Плюс ко всему, короля делает свита, и московское боярство было заинтересовано в стабильности престола наследия и отсутствии очередных глазоубийственных усобиц. И Василию II удалось преуспеть сразу на нескольких направлениях. Во-первых, опасаясь разворота Новгорода в сторону Литвы, князь нанес упредительный удар, разбив новгородскую рать в битве у Старой Руссы. Новгородцев лишили 8500 рублей в качестве дани. Вы действительно все еще ждете шутку про курс рубля? Наивные. А также ряда вольностей. Во-вторых, дань Орде практически перестала выплачиваться. Отдельные карательные отряды уничтожались в районе Оки и уходили ни с чем. В-третьих, существенные изменения произошли и в делах церковных. До этого все русские митрополиты были присылаемы из Константинополя греками. Но ситуация круто изменилась, когда митрополит Исидор согласился подписать Флорентийскую унию в 1439 году, заключенную византийским императором с католической церковью, в обмен на помощь которой с турками должно было произойти объединение православных и католиков под покровительством Папы Римского. Это вызвало недовольство в Москве и все кончилось в 1443 году возведением Ионы, Рязанского архиепископа, Сан-Митрополита, без разрешения Константинопольского патриарха. Но-но-но, не возмущайся там. Все равно твой город сожгут турки через 10 лет. Таким образом можно заявить следующее. Да, Россией можно управлять, будучи слепым. Но это ни в коем случае не руководство к действию, так как в 9 из 10 случаев такое правление будет напоминать игру в слепого голубя. Дания, Швеция и Норвегия фактически объединяются в единое целое под властью одного короля, так называемая Кальмарская Уния. Как думаете, скоро объявят короля Евросоюза? В Италии начинается возрождение. Сотни художников, скульпторов и архитекторов борются за то, чтобы именно их именами назвали одну из четырех черепах-мутантов, владеющих искусством ниндзя. Черный день Германии. В Грюнвальдском сражении объединенные силы поляков-литовцев разбивают тефтонских рыцарей. Ну, на тот момент летописцы еще не знали о будущих мировых войнах. В Чехии разгораются гусицкие войны. Ход войны чертовски запутан, но нас интересует то, что именно здесь впервые огнестрел показал себя во всей красе. Португальские корабли все дальше и дальше заплывают в Атлантику и даже огибают Африку. Так ведь и Америку можно открыть когда-нибудь. Иоганн Гутенберг создает первый печатный станок. Истории детективов Дарьи Донцовой для чайников не будет, успокойтесь. Турки захватывают Константинополь, и Византийская империя прекращает свое существование. Вся соль как раз в том, что свои последние 200 лет она именно что существовала. В Англии начинается гражданская война, также известная как война Алой и Белой Розы. Мне без разницы, я вообще люблю тюльпаны. История намного интереснее, чем вам кажется. Не забывайте подписываться на наш канал, а комментировать, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте. Увидимся!